А вот собственные бизнесмены, которые договаривались о сотрудничестве. Многие из них легко узнаваемые миллиардеры из списка Forbes. В том числе и благодаря им будет увеличиваться взаимный торговый оборот двух стран. Возможно, что они примут участие в проекте «Западная Европа, Западный Китай» и российский участок трассы будет достроен. Пока же в России автобанк планируют сдать лишь к 2020 году. По этому поводу, к слову, высказал и президент России. О транспорте на форуме говорили достаточно подробно. Айгуля Дилова оценила масштабы транспортных проектов. Несколько часов назад завершились официальные встречи с представителями делегации в столичном дворце независимости. Бизнесменам еще есть о чем поговорить и, думается, переговоры продолжатся. Расскажу об официальной части. Транзит, ориентирующийся на глобальный рынок. Это был, пожалуй, главный месседж межрегионального форума двух государств. Государств не просто партнеров, а скорее давних добрых друзей. И это важно понимать. Нурсултан Назарбаев подчеркивает, транспортная система – это мощный драйвер развития экономики. Но и не использовать выгодное географическое расположение между Европой и Азией было бы, мягко говоря, недальновидно. О потенциале свидетельствует и товарооборот между Китаем и Европой, который только растет. И у Казахстана, как и у России, есть все возможности в нем участвовать. Казахстан, к слову, уже это делает. Действует, в частности, контейнерный поезд, который прибывает в пункт назначения в точно установленное время. Этот маршрут проходит и через Казахстан, и через Россию. Скорость контейнерных поездов увеличена до 1000 км в сутки, что на 200 км в сутки больше, чем было раньше. На всем протяжении коридора обустраивается инфраструктура, выстраивается логистика. Груз формируется в терминале морского Тихоокеанского порта Ленинган и в других городах Китая. В Ленингане мы построили соответствующие терминалы. Его перевалку оставляют в сухом порту Харгос. Далее, без остановок, груз следует через Россию до конечных пунктов назначения в Европе. Но мы сегодня говорили, наши китайские партнеры нам говорят, что эти вагоны назад идут пустыми. Нам совместно надо поработать. Колоссальный транзитный потенциал пока используется не полностью. И чтобы максимально эффективно использовать его, нужно сообща строить транспортную инфраструктуру, наложивать систему оказания логистических услуг. Строительство крупных транспортных коридоров обеспечит условия для ускоренного экономического роста, откроет новые возможности и для развития регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию, создавать будут дополнительные рабочие места. Возрождение шелкового пути может стать для Казахстана еще одной возможностью перетянуть часть транзитного потока на себя. В республике сегодня вот-вот будет закончена дорога Западная Европа-Западный Китай. Эксперты не исключают, что коридор вполне способен перетянуть на себя морские перевозки. Они хоть и будут чуть дороже, зато быстрее и безопаснее. Тем более в свете неоднозначной обстановки на Суэцком канале. Нам докладывали, что как раз этот путь вызывает доверие и через него готовы перевозить на 24 миллиарда долларов груза. Здесь важно объединение наших усилий и синхронизация работы в этом направлении. Например, вопросы по пунктам предварительного выдумления на границе остаются проблемными. По доступу казахстанского бизнеса к российским морским портам мы тоже сегодня обговаривали. Думаю, что эти вопросы мы обсудим на сегодняшнем заседании и, как всегда, решим во взаимовыгодных условиях. Казахстан не перестает инвестировать в транспортную инфраструктуру. К 2020 году сумма инвестиций составит 12 триллионов тенья. И, судя по всему, республика, которая, казалось бы, обречена жить в сухопутной ловушке, не просто выбралась из нее, а становится чуть ли не морской державой, находя выход уже в мировой океан. Айгуля Дилова, Бекпалат Базаров при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня.